Ответы на вопросы. Последние деньки у нас солнечные. На Урале, я думаю, скоро начнется жопа, поэтому снимаем тут. Вообще, эта белая стенка уже всех достала, поэтому мы здесь, чтобы вы понимали. Здравствуйте! Такой вопрос. Если в веб-студии или компании я не прошел собеседование, то стоит ли еще раз через некоторое время туда пробоваться устроиться? Где-то прочитал, что я уже буду выглядеть в глазах работодателя глупо, но я с этим не согласен, потому что я хочу работать именно в этой компании, и я проявляю упорство, но не знаю, так ли это. Спасибо. Отличный вопрос, кстати. Упорство, упорство, рознь вообще. Нужно понимать, что если ты идешь туда еще раз, то у тебя должна быть веская причина. Ну, то есть ты должен измениться относительно того раза, когда это собеседование не прошел. Но нужно, во-первых, понимать, что именно не подошло. Ну, то есть, грубо говоря, может, человек ведет себя некрасиво. Понятно, да? Это я так корректненько сказал. То есть, может, человек вообще не просто неприятен. У него из-за хта воняет, или он сам воняет, например. Или, я не знаю, может, он вообще выглядит странно в плане общения. Тут нужно это понимать. Если же вы просто не пошли именно по каким-то техническим знаниям, навыкам, по опыту, то здесь еще можно что-то исправить. Но ломиться сразу на собеседование в эту же компанию и доставать HR или руководителя компании просто потому, что я хочу, вас добавят в черный список, и вы больше туда никогда точно не попадете. В общем, если вы все-таки вознамерились в эту компанию попасть, то вам нужно кардинально отличаться в технической области, как я уже говорил, от того вас, который был на собеседовании. Причем не просто так, что, знаете, вы там через несколько месяцев, через несколько месяцев всего лишь пишете, что, знаете, я попрактиковался, попробуйте меня еще раз. В этом случае навряд ли вас пригласят на собеседование вновь. А вот если вы там месяца через четыре, особенно классно, если о вас успеют забыть, подадите свое резюме, в котором явно будет видно, что именно вы сделали. Поделайте проектов, публичных выставьте, заведите гид-репозиторий, изучите что-то новое, напишите об этом поподробнее. Напишите, что я за эти четыре месяца сделал то-то, 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 изучил то-то, то-то, разработал сайт проектов. Как вы понимаете, шансов на то, что вас пригласят, намного больше. Но тут еще момент. Пройдете ли вы собеседование в этом случае? Тут уже все зависит от вас. Насколько большие знания вы получили, насколько вы стали лучшим специалистом, а главное, насколько вы подходите этой компании. Потому что то, что вы стараетесь, это не значит, что вы подходите. В общем, такой простой совет. Надеюсь, он кому-то поможет. Пока.